Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. После выходных, которые, абсолютно уверен, вы провели с очень хорошим настроением, потому что пятница у нас выдалась крайне результативной, мы наконец-таки сделали обозначенную ранее крайне долгосрочную цель по нефтянке 60 долларов за баррель. Друзья, такое ощущение, что кто-то очень хочет, чтобы мы все-таки под занавес 2018 года неплохо заработали. Возможно, нужно было сказать это потише, чтобы не накакать, но будем надеяться, что препятствий нам чинить никто не станет, и мы сможем выдавить еще больше, чуть-чуть больше профита из ряда инструментов, которые еще не добрались до цели. Ну, а здесь отдельный такой намек, может быть, на большую активность со стороны евровалюты, потому что евро снижается, но происходит это как-то крайне вяло и неубедительно. С другой стороны, мы не можем критиковать главную европейскую валюту, единую европейскую валюту, потому что, как и любой другой инструмент, евро может прийти в хорошее движение лишь при наличии внутреннего национального катализатора. Таковым у нас сейчас может выступить ситуация вокруг Италии. Она по-прежнему, друзья, находится в подвешенном состоянии. Ну и, во-вторых, хочу отметить то, что мы фактически прямо в начале декабря будем свидетелями очередного заседания Европейского Центрального Банка, которое для многих воспринимается значительно как переломное для текущего вектора денежно-кредитной политики. Хотя, в свете тех данных, которые мы получили в пятницу, я сейчас о них вам расскажу, на них мы чуточку остановимся подробнее. Это важно, потому что это данные, касающиеся ведущего локомотива всего валютного блока экономики Герман. Я уверен, что Европейский Центральный Банк будет несколько осторожен в любых заявлениях, которые предполагают смысл нормализации денежно-кредитной политики, либо ужесточения курса в формате повышения процентной ставки. Надеюсь, друзья, то, что вы разделяете такую же позицию, потому что вместе со мной анализируете фундамент и видите, в принципе, такие же однозначные очевидные сигналы, как и я, которые, на мой взгляд, не подразумевают какую-то альтернативную, что ли, интерпретацию и соответствующие суждения. Все крайне понятно. Я не знаю, на чем сейчас можно выставить идею роста главного валютного риска, ну, разве что на росте процентных ставок, но, на мой взгляд, это крайне маловероятно. Если бы сейчас под закат 2018 года мы бы говорили об очевидном прогрессе по Брекзите и фактически уже оставили бы где-то там позади неопределенность этой темы, не обсуждали в том формате, в котором мы обсуждаем сейчас. Если бы у нас была сильная статистика европейского происхождения, стабильный рост инфляции и отсутствие каких-либо геополитических рисков, в том числе и угрозы того, что после Китая США все-таки обратят свой взор на торговые несостыковки с Европейским Союзом, но здесь традиционный акцент на немецкий автопром, автомобильную промышленность, тогда, возможно, да, евро стоило бы рассматривать в качестве кандидата на рост. Тем не менее, все эти риски, которые я сейчас перечислил, они в какой-то мере, одни из них, актуальны, какие-то пока что не совсем актуальны, но уверен, что ситуация изменится, и мы также будем говорить о них. Но с другой стороны, скажем, в качестве третьего фактора, почему я не вижу евро существенно выше текущих значений, это традиционный, кем-то, скажем так, даже многими недооцениваемый фактор того, что контраст политика между Федрезервом и Европейским Центральным Банком, он все равно остается существенным. Вот когда ЕЦБ начнет повышать процентные ставки, тогда этот фактор мы с вами уберем из повестки нашего обсуждения, но пока этого не происходит. Друзья, в рамках текущей торговой сессии, на что мы смотрим, зачем следим, это индикатор бизнес-оптимизма ИФА, классическая статистика по оценке настроений немецких предпринимателей, не такая объективная, надеюсь, как вы помните, как статистика от ЗЮ, но все равно репетиция своего рода у нас сегодня будет. В свете пятничных данных уверен то, что будет каким-то просто чудом, если мы увидим сегодня хорошие данные по ИФА. Не значит то, что евро на них быстро отреагирует, потому что, на мой взгляд, для всех сейчас очевидно, что настроение у немецких предпринимателей крайне подавленное, потому что абсолютно неясны перспективы не то, чтобы валютного блока, а даже экономики Германии, как частного случая, потому что в пятницу мы получили окончательные данные по третьему кварталу. Эти цифры уже не изменятся, спад на минус 0,5% впервые за последние три года. И есть, опять же, аргументы, причины, почему это случилось. Вот поговорим, когда переключимся чуть подробнее на евро. В 17.00 будет вещать Драги, не ждуя каких-либо переломных и существенно отличающихся заявлений от того, что мы уже слышали, поэтому думаю, что и Драги вряд ли окажет серьезное влияние на динамику евро. И в 21.30 выступление Марка Карни, который, скорее всего, снова будем говорить о Брэкзите, и снова будем говорить о жестком ключе. Я думаю, что, друзья, вы прекрасно уже могли убедиться в том, что даже несмотря на вроде бы как обозначенный позитив по факту прошедшего саммита Европейского Союза, глав валютного блока, который согласовали и одобрили соглашение по Брэкзиту, фунт не растет. И у нас была уже похожая ситуация. Я думаю, что несколько недель назад, я думаю, что вы уже, скажем, научный опытом и прекрасно понимаете, что если британская валюта на таком позитиве все-таки не демонстрирует уверенного бычьего ралли, значит, не все так просто, не все так гладко. А учитывая то, что впереди у нас еще несколько этапов согласования этого документа, фактически можно сказать то, что преодолев одно препятствие, это не значит то, что, в принципе, вся гонка будет завершена победой. Вполне возможно, что что-то произойдет на этапе согласования в Еврокомиссии. Хотя, если уж на саммите ЕС все одобрили, возможно, действительно, в Еврокомиссии проблем не будет. В отличие от заседания Кабинета министров, Палаты представителей Англии, где этот документ также предстоит пройти повторное обсуждение. И уж тут-то, я уверен, у нас всплывут все несостыковки, все несогласности не с текущим документом, не с позицией Тереза Мэй, когда мы снова говорим о том, почему буквально две недели назад все ставили на то, что Тереза Мэй лишится своего премьерского кресла, все эти риски снова станут очевидны. Ну, друзья, теперь давайте чуть подробнее начнем мы с нефтянки. С хорошим настроением я констатирую все-таки пробой 60 долларов за баррель. Надеюсь, что вы не стали мудрить, не попытались урвать больше у рынка нефти. Ну, даже если и хотели это сделать, призываю вас, друзья, крыть сейчас позиции. Котировки 59.79, чуть восстановились мы от того донного уровня, который был зафиксирован на заключительной торговой сессии прошлой недели. Мы говорили о черном вторнике для рынка нефти, но оказалось то, что еще более печальной сессией стал именно пятничный день. В частности, WTI показал рекордные съезжения, однодневные за последние три года. По бренду, в принципе, тоже можно подтянуть на такие исторические дистанции и своего рода прецеденты. В общем, рынок нефти обвалился, казалось бы, наверное, появился какой-то триггер новый, локальный, ранее не озвученный, либо остававшийся в тени. Тем не менее, нет, друзья, рынок отыгрывает все те же самые риски. Это перепроизводство нефтянки, которое продолжает становиться все более и более очевидным для большего количества трейдеров. Для нас это не новость, друзья, мы с вами вовремя, собственно, поставили на снижение нефти и неплохо на этом заработали, даже очень хорошо заработали. Надеюсь, что вы присоединились к этому очевидному, предсказуемому, нисходящему тренду. Ну, из последних цифр хочется отметить то, что вновь подсчитанные, скажем, актуальные данные уже за 7 месяцев 2018 года, последние 7 месяцев, понятное дело, что в 2018 году прошло уже куда больше, но мы говорили раньше за полгода, сейчас уже ноябрь практически закрыли. Так вот, Саудовская Аравия, Россия и Соединенные Штаты Америки за три месяца увеличили производство нефти на 2,4 миллиона парлей. Это настолько много, что, в принципе, рынку уже очевидно даже не угрожает, можно говорить, как реальность. Рынок оказался в состоянии перепроизводства. И 4 ноября вступили санкции против Ирана, месяц прошел, друзья. Я думаю, что те, кто хотел продолжать работать, ну, собственно, работают, как вы знаете, после такой инициативной позиции США освободить ряд стран от необходимости соблюдения этих запретов. В общем, я клоню к тому, что те, кто хотел прекратить свои отношения с Ираном, уже это сделали, друзья. У нас не ожидается каких-то новостей о том, что все-таки, испугавшись какого-то потенциального давления и санкций со стороны США, скажем, Китай, прекратился закупать иранскую нет. Нет, этих новостей нет. И сейчас последняя цифра указывает на то, что Иран смог сохранить экспортные показатели примерно чуть выше 1,5 миллиона. Напоминаю то, что раньше допускалось то, что раз производство нефти и экспорт нефти Иран снизится ниже 1 миллиона, то вот этих показателей добычи крайне высоких со стороны трех ключевых регионов по производству нефти будет достаточно, чтобы компенсировать весь этот спад и, возможно, даже, скажем, снабдить рынок тем количеством, которое могло бы уйти впоследствии, если бы Иран вынужден также, если бы ему пришлось сокращать поставки углеводородов и дальше. Тем не менее, оказалось, что ситуация стала развиваться совершенно. Иначе риск переоценили, он не реализовался, друзья, и рынок нефти захлебывается сейчас в этом исполнительном предложении. Ладно, если бы у нас сейчас были предпосылки, какие-то основания говорить о том, что снижение нефтедобычи – это новая тенденция, и страны, которые были озвучены, все-таки приняли решение о том, чтобы сократить производство, мы бы подумали еще о том, что рынок нефти достиг своего локального дна и дальше будет только восстанавливаться. Но пока, друзья, этих новостей нету, поэтому если на рынке остался прежний фундамент, значит, на рынке должна господствовать и прежняя тенденция. Но в то же время я не призываю вас торговать дальше. Я считаю, что нужно успокоиться, потому что рынок дал очень хороший профит, рынок показал серьезные снижения. Я думаю, что сейчас даже целесообразнее, так же, как мы пытались сделать это на отметке 70 долларов за баррель, искать уровни, которые может пойти восстановление. Я предлагаю, друзья, немножко, скажем, посидеть на заболе, сейчас покурить в сторонке, подождать пару-тройку дней, что с рынком будет дальше. Очень интересно понаблюдать за тем, как будут бороться покупатели-медведи именно на вот этой важной психологической планке 60 долларов за баррель. Давайте не будем размениваться, опять же, на ненужные позы сейчас в попытке заработать больше. Давайте с хорошим настроением сейчас все-таки остаемся в стороне. Благодарные нефти за то, что этот рынок принес нам профит, дал нам денег на новогодние подарки. Рубль 66,19. Друзья, я думаю, что начался вот этот разворот. Все-таки больше уже сдерживать российскую валюту возможности не было. Ну, посмотрим, как рынок откроется сегодня. Я думаю, то, что рубль уже будет ослабить. Возможно, снижение будет не таким стремительным, как могло бы быть. Все-таки панику под закрытие 2018 года российские монетарные власти допускать не хотят. И будут из последних сил все-таки тормозить вот эту неизбежную девальвацию. Но она случится, друзья. Поэтому 66,19, думаю, уже под конец дня будет уровень котировки повыше. Евро против доллара 1,1343. Снова мы ушли ниже отметки 1,14. Обещал я вам несколько отчетов, собственно, на которые сейчас стоит обратить внимание. Ну, по ВВП Германии мы уже поговорили. Это снижение первой за последние три года в квартальном эквиваленте. Произошло это за счет резкой просадки экспорта примерно на 0,9%. В принципе, и такие показатели экспорта примерно в эквивалентных значениях стоили экономики Германии по экономическому основлению. Ну, тоже примерно около 1%. Что это значит? Это значит то, что потребители будут страдать. Это значит то, что снизятся инвестиции. И, в конце концов, мы увидим еще более худшие показатели экономического роста. Поэтому Германия – это серьезный риск. Германия не виновата. В принципе, так уж сложилась экономическая конъюнтура. Ну, я думаю, друзья, она настолько очевидна сейчас, что нельзя ставить на рост евро с учетом такой статистики. Индекса активности производственного сектора, сфера услуг, которую мы анализировали также в пятницу. То есть, посмотрите, по всем регионам практически спад. Премьер-министр Италии сообщил в пятницу о том, что они не будут пересматривать проект бюджета. Поэтому Еврокомиссия в каком-то ступоре сейчас находится. Они до последнего были уверены, что не нужно будет поднимать вопрос дисциплинарных мер. Но в итоге нужно. Но неизвестно, что это за дисциплинарные меры, потому что они ни разу еще не применялись. И Еврокомиссия искренне надеялась, что Италия все-таки осознает, насколько важно соблюдать общие бюджетные правила. Но Италия, скажем, продолжает действовать в рамках обозначенных ключевых параметров национальных, согласованных ранее непосредственно итальянским правительством, всячески демонстрируя то, что времена изменились. И для валютного блока тоже. Поэтому, друзья, евро у нас в качестве ауксайдера так и остается. Можно попробовать сделку селлимит с отметки 1.1370. Для меня очевидным фактором того, что грядут не самые хорошие времена, смутные, скажем так, это сохраняющиеся очень высоким спред доходности между немецкими облигациями и итальянскими. Ради праздного интереса попробуйте построить график на том же самом инвестинге. Посмотрите, насколько действительно это очевидно. Это явно указывает на то, что Италия остается прежним серьезным риском для благополучия, для политической стабильности всего Европейского Союза. Здесь только одна дорога вниз. Фунт против доллара 1.2820. Друзья, я не хочу останавливаться сейчас подробно на британской валюты, потому что, ну да, согласовали в рамках саммита ЕС. Хотя удивительно, потому что я следил активно за новостями по поводу того, получит ли все-таки Испания то, что хочет, относительно Гибралтара. Но новости были крайне разительными. Сначала появились слухи о том, что все-таки удалось договориться. И буквально под закрытие торговой сессии, со ссылкой уже на испанское правительство, то, что эти слухи не подтвердились. И текст по Гибралтару так изменен и не был. И вот в воскресенье мы получаем информацию о том, что все-таки на саммите этот документ согласовали. Еще раз повторяю, друзья, то, что это не конец. Это далеко не конец. Дальше еще обсуждение этого документа в Еврокомиссии, в Европарламенте, и потом уже, собственно, в кабинете представителей Англии. В общем, еще нужно пройти большую дистанцию. Каждый из этих этапов может стать последним и снова выпечить риски неизбежного жесткого Брэкзита. То, что фунт не растет, сейчас может немного прибавлять. Это явная доказательство того, что он сам не знает, что делать дальше. Я сохраняю короткую позицию, но понимаю, что риск серьезный. Рынок может прийти позитив. Но тут уж, друзья, скажем, кто во что верит, кто на что оставит. Я медведь по этому инструменту и жду британца примерно в районе отметки 1.25. Это как минимум. Ну и фактически абсолютно уверен, что именно туда британская валюта и свалится. Доллар канадец. Сейчас котировки у нас на уровне 1.32. В пятницу вышли сильные данные по инфляции. 2.4% в годовом выражении с 2.2. Базовая инфляция тоже увеличилась. Хроничные продажи прибавили. В эту пятницу у нас темпы экономического роста по Канаде. И то, что Канадец мог укрепиться в пятницу, это может быть сигнал того, что трейдеры начали поглядывать не только на то, что происходит на рынке нефти, но еще и на перспективы роста процентных ставок. Поскольку у нас в пятницу еще такой обвал нефти произошел, и Канадец, в принципе, на это не отреагировал, я допускаю, что, возможно, мы дождались вот этого момента X, когда тема изменения процентных ставок для канадских трейдеров станет более актуальной. Важно, чтобы в эту пятницу мы получили сильный отчет по темпам экономического роста. Тогда будем говорить о том, что в декабре, ну или в январе ставки реально действительно будут подняты. Поэтому, друзья, давайте держать короткую позицию по доллару канадцу и их ждать в районе отметки 1.30. Пока канадец оставил в покое нефть, я думаю, что этот сценарий будет отрабатываться. Доллар иена выше 113. Здесь тоже у нас, в принципе, нужное направление движения этих инструментов. В среду выйдут данные по темпам экономического роста, годовой отсчет основных расходов на личное потребление. В среду нас ожидает выступление Джерома Павлова. В четверг тут же подхватывают отчеты личные доходы, личные расходы и протоколы. В общем, крутой цикл таких серьезных фундаментальных событий для доллара. Неделя будет насыщена. Не то чтобы перегружена, но не настолько, скажем, бедный на статистику, как прошлое. Поэтому будем следить за отчетами. Друзья, ожидания по доллару прежние. Мы смотрим за вероятность повышения процентной ставки. По данным фьючерсных контрактов Headwatch, в принципе, ситуация не меняется. Больше 80% уверенности в том, что в декабре ставка будет поднята. Дорога только одна у доллара, в том числе и против защитных инструментов. Движение в район 114. Там мы ждем. Американский фондовый рынок Dow Jones USA 30 приближается к нашей цели. 24 250 пунктов. Это лоу, который был сфиксирован в пятницу. Уверен, друзья, то, что мы доберемся до этой планки. Соответственно, так же, как и по нефтянке, призываю вас по нефти, как было на уровне 60. По Dow Jones у нас цель 24 000 пунктов. И потом сразу же выходим с рынка. Биткоин 3 972 доллара за одну криптомонету начальника всех криптоиндустрии сейчас дают. Нисходящий тренд сохраняется. Все прежние факторы, которые я озвучивал в пятницу, продолжают доминировать. На мой взгляд, очевидно, что нисходящий тренд будет продолжать развиваться. О потенциальном развороте я бы не стал думать, ну, как минимум, до теста поддержки 3 000 долларов. Понимают, что, может быть, для кого-то это плохие новости. Кто-то абсолютно не согласен с тем. Но, друзья, пробой поддержки 5 000 явно нам не очевидно доказал то, что по стоимости биткоина нет дна. Очень долго еще держалась идея о том, что якобы, скажем, курс биткоина не опустится ниже интабильности по майнингу. Разные цифры называли. Кто-то говорил, что майнинг биткоина интабильен только на отметке 5 000, кто-то говорил 4 500, кто-то говорил 4 000. Но мы даже ниже 4 000 уже видели биткоин. Друзья, это явный сигнал того, что на рынке сейчас действуют очень крутые манипуляторы, которые грамотно, скажем, работают с текущим трендом и периодически укидывают на рынок серьезные ордера на продажу. Поэтому не мудрите, опять же, на таком тренде, не старайтесь поймать падающие кинжалы. Снижение, на мой взгляд, будет продолжено. Ну, на этом, собственно, все, друзья. Хорошей вам торговой недели. Сегодня мы снова увидимся еще и в 16.30 по московскому времени. Традиционный вебинар, правильный понедельник. Еще раз обсудим все события минувшей недели. И проанализируем отчеты, которые будут на этой неделе. Поставим недельные также цели по основным финансовым инструментам. Ну, а на брифинге встретимся мы завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. Либо, как всегда, запись мы тут же выкладываем на наш канал на YouTube. Не знаю, какой канал коммуникации вам ближе, более интересен и удобен. В общем, оставимся на связи, друзья. Пока что рынок такой, как нам нужный. Хотелось бы, чтобы в декабре, в принципе, ничего не изменилось. На этом все. Всего доброго. До свидания.